Хаббл получил фотографии гигантского космического зародыша. Хаббл получил фотографии гигантского космического зародыша 10-41, 12 августа 2019 года. ESA slash Hubble Амперсант NASA, R-Wade Планетарной туманности NGC 2022 в созвездии Ориона ESA slash Hubble Амперсант NASA, R-Wade Москва, 12 А в Крия новости Орбитальная обсерватория Хаббл получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш. Ее снимки были опубликованы на сайте космического телескопа. Одни из самых заметных объектов на ночном небе так называемые планетарные туманности. Они представляют собой огромные облака из раскаленного газа, простирающиеся на несколько световых лет. В далеком прошлом астрономы считали, что они очень похожи на планеты по своей природе, и только в середине века ученые узнали, что это не так. Оказалось, что они состоят из сброшенных оболочек небольших звезд, похожих на Солнце, почти исчерпавших свои запасы водорода и превратившихся в красных гигантов. Этот газ постоянно подогревается ультрафиолетовым излучением умирающего светила или белого карлика, который возникает на его месте после сброса последних внешних слоев звезды. Благодаря этому излучению облака газа и пыли начинает светиться, что и порождает красивую и яркую туманность. Их форма и устройство зависят от того, что происходит внутри недр светила, и поэтому ученые сегодня активно изучают подобные туманности в надежде раскрыть секреты смерти звезд. 25 июля, 18.21 РИА Новости Астрономы открыли кашляющий двойник Солнца, готовящийся умереть. Подобные туманности крайне скоротечны по космическим меркам они гаснут примерно за 10 тысяч лет по мере рассеяния и горячего газа по межзвездной среде, и в конечном итоге на месте престарелой звезды остается лишь едва заметно белый карлик. По этой причине планетарные туманности представляют огромный интерес для астрономов, изучающих эволюцию звезд и галактик. Яркий и очень хорошо заметный пример такого объекта планетарная туманность. NGC 2022 В созвездии Ориона, удаленная от нас на 8100 световых лет. Она была открыта еще в 1785 году знаменитым британским астрономом Уильямом Гершеллем и сейчас ее может увидеть любой любитель науки, обладающий небольшим оптическим телескопом. Звезда, расположенная в центре этой туманности, еще не превратилась в белого карлика и продолжает сбрасывать свои внешние оболочки, чьи следы можно увидеть в разных слоях туманности. Когда это произойдет, ученые пока не могут сказать, однако она, скорее всего, погибнет в самое ближайшее время по астрономическим меркам. 19 ноября 2018 года 19.03 РИА Новости Астрономы открыли гигантского космического головастика. Р 차ономы открыли гигантского космического космического космическогоícia.